В 9.37 на пункт пожарной части поступил звонок о возгорании в школе номер 5 Соснового Бора. Пожарные оперативно потушили огонь, но причины возгорания повергли всех в шок. Ученик 9 класса пронес в школу так называемый «коктейль Молотова». Во время урока парень кинул зажигательную смесь в кабинет русского языка. И когда из горящего кабинета начали выбегать дети, он напал на них с топором. По словам учеников, одному из детей отрубили два пальца. Удары топором получили еще несколько школьников. Также пострадала учительница. Они совершенно спокойны вообще, как бы ничего такого от них нельзя было ожидать. Это правда, что сообщение рассылали, что что-то произойдет? Понятия как бы не имеем, мы как бы не слышали такого как бы. Мы вышли и начали смотреть, что происходит. На третьем этаже горело. Мы отошли немножко от школы и сказали стоять там. Сказали по домам, но мы не уходили. Я только видел, как на стульях выносили вроде девушку. Сразу после нападения учителя начали выводить детей из школы и отправлять домой. Спустя буквально полчаса на месте уже работали оперативники. На данный момент школу полностью отцепили. Сейчас в здание никого не пускают. Там работают оперативные группы, полиция, пожарные, МЧС. Скорая только что уже увезла в больницу трех потерпевших. По словам одной из учениц школы, нападавшими были мальчики из девятого класса. По предварительной информации, это нападение было спланировано. В итоге скорая помощь увезла в БСМП семь человек. Из них двое в тяжелом состоянии. В больницу также увезли и нападавшего. Ведь при задержании он пытался покончить с собой. Однако оперативники успели вовремя его спасти. По словам родителей учеников, дети ужасно испугались. Домой все пришли в шоковом состоянии. Ведь все происходило буквально на их глазах. Сейчас с ними уже работают психологи. Кому и что хотели доказать. Видимо, заранее договорились. Ребенок теперь отказывается в принципе идти в школу. Вот так смотришь по телевизору все это и думаешь. Нас это не коснется. А когда сейчас осознаешь, жутко становится. Просто сейчас говорят как бы виновников. Виновников там вахтеры, не вахтеры. Охраны у нас нет в школе, есть вахтеры. Но они же не могут всех проверять как бы на входе. Как они, до обеда будут каждого проверять рюкзаки. Ну ученик пришел с этой же школы. Мальчик учился здесь если 9 лет. И ничего не было. Что касается виновников, сначала говорили о трех учениках 9 класса. Однако в официальных комментариях фигурирует лишь один – сын майора ВДВ. Как говорят школьники, у 15-летнего парня были плохие оценки по русскому языку. Однако информация о том, что именно плохая успеваемость стала причиной нападения, пока не подтвердилась. В нападении подозревается еще один ученик. Хоть прямых доказательств и нет, следственный комитет работает с каждым из них. С девятиклассником нам не удалось поговорить, однако его мама прокомментировала ситуацию. А вы не знаете отношения между нападавшим и учителем? Какие были? Не знаю. У них и не знаю. У моего нормальные были. Учитель нормальный, спокойный, адекватный. Ну, как говорят, я не знаю. Говорят оценки плохие. Не знаю, что у нас в стране творится. Вы же видите, сами все прекрасно. Правильно? Сейчас школа номер пять закрыта. Власти обещают за выходные привести помещение в порядок. Планируется, что уже в следующий понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен. Мариам Восконян, Александр Моисеев, телекомпания АТВ. Мариам Восконян, Александр Моисеев.